Привет, студентки и мальчики! В эфире Абрама Телефирах! Ну что? Новый год! Новый год, Новый год! И мы тут решили, а не будем делать мясо по-французски? Старый Новый год! Ну, это у вас старое, а у нас-то всегда всё новое. И будем делать мясо по-французски, а сделаем шашлычки, как мы дома. Но сначала, предварительно, нам надо мясо замариновать. У меня вот здесь корейка. А почему не заженить, а замариновать? Замариновать. Он замарин должен. Замарин. Он должен быть маринаде. Маринад. Маринад ведём. Марина придумала. Конечно, она морская. Значит, что такое корейка? Кто не знает. Это часть свининки. Кто ж не знает корейку. Корейку знают все. И мы её начинаем обрабатывать. Потому что можно, конечно, взять вот так, положить в кольском целиком, ждать. Но это отдельная песня. Это как-нибудь заснимем. Убираем лишние косточки. Потому что продавцы сейчас хитрованы. Они срезают отдельно ребрышки. Продают. Отдельно продают корейку. В Самаре я нашла сегодня по 250. По цене почти грудинки. Так, эти все косточки в сторону. Кожу я срежу. И что у корейки? Сало достаточно, видите, слоистое. Не больно-то оно, как говорится, будет хорошо жеваться. И в маринаде-то она не пропитается и будет жёстким. Поэтому частично оставим, частично отделим. Кожур. Некоторые любят кожу. Да. Подожжённый. Но тут немножко сало не такое. Синяя. Некоторые из нас даже худенькая. Вы-то не любите. Но я вам могу оставить отдельно кожу. Да, срую. Спасибо. Не хотите? Нет. Оставьте сожжём в сене куртку кожаную. Куртку кожаную. Ну, ладно. И пошли кусочками нарезать. Так как мы будем делать на маленьких шпажках, не на шампурах, то лучше, если у вас куски будут поменьше. Всё-таки в домашних условиях будем делать на электрогриле. Как получится, покажем. Обязательно. Расскажем. все свои впечатления. Вообще, девчонки, идеально, когда с мясом работают только мужчины. Но это, знаете, это уж совсем идеально. Я вот просто сама люблю мясо. Так, это мне чего встать и уйти? Желательно остаться. В общем-то. Это вот сейчас камень чей горит в дом? Нет, это камень не камень. А то, что самые лучшие повара по мясу, это, конечно же, мужчины. Это однозначно. Потому что женские руки, они не для скуки, они для другого. Без камней. Чего вы все под вахты где-то вы тоже по мясу работаете. Работаете. По мясу мы работаем, да. Приятно, когда ножички остренькие, Михалыч. Ну, еще. Это же вообще счастье. Куски отрезаем. И опять такой же процесс. на небольшие брусочки. Чтобы легче было нанизывать. Быстрее пропекаются. У нас до изготовления получается ровно сутки. Вот вам салом, как вы хотели. Здесь вроде помягче. Поднимите немножечко. Поднимите немножечко сало. Ну, ладно. Ничего страшного. Что сделать? Подымит оно чуть-чуть. Где? Когда будет готовиться. А, подымит. Мне кажется, ты мне говоришь, подымит. Так, проверяем. Подымит. Подымится мне веки. Да. Проверяем на наличие остатков костей реберных. Чувствуем, что ничего нет и продолжаем дальше. в принципе, в этом нет ничего абсолютно сложного. Вот этот кусок сала мне не нравится. я думаю, любая из вас, девочки, любой из мальчиков с этим справится. Главное иметь желание. кожу плохо срезала извиняюсь. Утиль сырье. Все у меня едет, все у меня кружится. Отлично и последний. Видите, какой толстый край. что-то стали толстенный делать. Ой-ой-ой. Есть хорошо. филе, если брать, то там жирка не будет. А все-таки шашлык это такое дело, когда нужен жирок. Идеально для шашлыка шейка, но корейка на кости, если бы было нормально сделано поваром, то это вообще красота. но это больше подходит для грыля. Грыль! Пополам земля. А кучка-то растет. А что же она уменьшаться-то кто будет? Семену некогда. Да, Семен нашел валерьянку, разгрыз ее и напился. по мышце разрезаем. Пьяница, кот, горя. Я в семье. Сейчас зол защитники. Как же вы там допустили? Ну как он сам залез, тоже допускал. Спрашивают у кого. А что защитники? Коту тоже иногда выпить надо. Жена его достала и ее где-то нет. Не страшно, но достала она. Процесс нарезания у нас закончен. И теперь переходим к луку. Чем больше у вас корнеплода вот этого лучного, тем сочнее будет шашлык. Не жалейте никогда на шашлык лук. Уберите пока мясо? Да. Чтобы вы могли сами его обернуть. Ну не я так это отвлекаюсь. Нарезаем кольцами. Тонкими особо не старайтесь. Тут вам на выставку достижения народного хозяйства. Лук такой интересный. Шалот почти. Шалот правда мелкий, а он такой самарский шалот крупный. Это у нас изранское хозяйство есть. Они привозят с машины. У них лук очень дешевый, как и морковь. Например, я в соседнем магазине купила последний раз лук 25 рублей, а там 14 так же как и картофель 25 а там 14 90 что не может не радовать. Сваливаем лук не разделяя на кольца в емкость убираем и присаливаем лук лук присаливаем. Чтобы пошел сок. Вы хотели лайфхак подавать. Да, сейчас подождите с лайфхаком. Мы лук должны присалить. И вот он начинает разделяться на кольца и пошел такой рмат. Ух! Да, чуется, чуется. Чуется. Теперь берете самый обычный пакет. Вот у меня бешмак бесплатный Ивашана. Главное целое. Я их храню. Главное целое. Главное целое, да, чтобы не было дырочек проехать на наличие. Вываливаете туда лук. Вываливаете туда ваше подготовленное мясо. Теперь приступайте к засыпке специй. Немного больно не старайтесь, потому что специи нынче горят, как не знаю кто. Тут у меня смесь брала в казахстанском магазине. Там красный перец, перец чили, кориандр сушеный. Если будете делать летом такую вещь, то берите кинзу, риган, и райхон. Риган это базилик синий, а райхон зеленый базилик. Немножечко даже если найдете тархуны и мяты. Ой, тогда вообще такой. Уже понюхайте как-то запах получатся. Ммм. Да. И черная перка. Это уж как бы по-моему повереду месяц. Вот их прият и пользуется. активно. Активно. Так, все. Вот на этом процесс закончен. Теперь завязываете пакет, делаете воздушную подушку и начинайте делать пакет. В произвольном порядке пакет. Да что ж такое-то? пакет. Пакет пошел? Я так завязала. Не уже. Куда пошел? Все. Весь процесс у нас занял пять минут. Ки-пять минут? Даже меньше. Перемешивание? Нет. Приготовление, нарезание мяса для шашлыка. Кто говорит, ой, шашлык, это так сложно, нет, ничего проще, чем приготовить шашлык. Ни чеснока, ни минеральной воды, ни киви, ни апельсинов, ни лимонов. Я туда ничего не кладу. Мы любим чистое мясо. Мясо с луком. Конечно, лук он мариновит. Он дает сочность определенную. Да что ж такое-то? Ну, что? Бусинка, ты что стол ушатала? Так что, ждем до завтрашнего дня, ровно сутки полежит. Покажем, что получается. Пока-пока. Ну, на этом да. На этом да. на этом. Ну, вот, девочки-мальчики, прошли сутки с тех пор, как мы замочили корейку в виде шашлычка. Я ее нанизала на бамбуковые палочки. Бездиетная зона. Привет себе, привет, куда пропала. Как-то уехала за границу, навернулась. Ох, сейчас упадет. Ну, и так как на улице зима, дачи нет, коттеджей нет, то мы воспользуемся Надюха и тебе привет нашим грулем северным. Выкладываем его шпажки на решетку. И наслаждаемся будущим моментом мура. Пока замок не ощущается, никакие. Сейчас нагреется до конца. Как бы у нее все это уместить. Так. О. Ну, короче, поняли. Я выкладываю на грыль. Ну. Ждем, когда пожарится. Давайте. Все, девочки, мальчики, прошло 15 минут. Шашлычок домашний по нашему рецепту готов. Который на электрогриле Северен выполнен. Смотрите, какая красота и вкуснота по нюхте получается. Ой, вообще с чего начать. по-спрости. По старой традиции. Спустим. И разрежем. Марси, не хулиган. Разрежем, посмотрим на разрез. Все, пропеклось отлично. Покажите, покажите. Так вы как-то как туда-сюда мне не мотаете. Вот да, все, вижу. Ммм, мясо-мясо. Не замачивайте ни в чем, ни в каких кефирах, ни в каких майонезах, не купайте вы эти небесчастные мясные куски. Делайте только... Так, если не понятно, что вот это такое-то лук. А это у меня остался лучок, я его поджаривала на сковородочке. И так вот как чисто закусочка на кусочек мяска. Ммм, получается сочно внутри. Сок никуда не ушел. Не усохла она сильно. Не успела пережариться. Ну, что мы пошли кушать. Еще раз всех с прошедшим старым Новым Годом. Желаю всем доброжелательным, недоброжелательным, завистникам, как сегодня модно говорить. Те, кто нас сочувствует, те, кто нас любит, кто не любит. Всем желаю здоровья. Сеня Семен передает привет. Пожелай подписчикам что-нибудь. Говорит, что мне тоже надо десятину отдавать. Это безусловно произойдет. И мирного неба над головой. Наверное, это сейчас очень важно. Чтобы был покой, нежность и тишина. А то что-то нервоз вообще в атмосфере какой-то. Прям вообще кошмар какой-то. Да, нормально, рабочее. Всем до свидания. Всем пока. Чмоки-чмоки. Сенька. Скажи bye. Hey, hello. Say hello. Ха-ха-ха. Вот так вот. Всем до свидания.